Прозвучал свисток, начался второй тайм, друзья, я напомню, что счет 4-2 в МБЗ выигрывают. Был момент, когда сравняли счет Бразобро, но после уверенная реализация... Ну и стоит отметить, что Бразобро оба своих гола забили один с пенальти, другой с 10-метрового удара, так что... В принципе, с игры, скажем так, они пока не забивали. Ну, начнем с того, что, во-первых, встречают очень высоко Бразобро. Я однозначно считаю, что это кардинальная ошибка, играя с МБЗ. Команда более быстрая и более хорошо физически подкована. Вот этот любой высокий прессинг не всегда приносит плоды. Вот Ламош Евгений здесь отработал идеально, но это тот момент, когда он приносит те самые плоды. И результат. Вот отбор был хороший, можно было попробовать там... И как бы реализовать. Но с другой стороны, это надо больше бегать, надо больше двигаться. Осилит ли Бразобро такой темп, не знаю. Вот я думаю, что нет. Поэтому я говорю, что слишком высоко. Хороший удар, второй раз в каркас от Запотоцкого Сергея. Точный, предельно точный. Ну, не на все 100%. Голубенко решает сам пробить. Еще из центра поля. Серега, освободись от него! За Кутоцкий. Так, прочитал эту передачу к Кучуру и организовывает контратаку для МБЗ. Снова у него мяч. Смотряет все-таки пробить, но теперь надо уже в защиту возвращаться. Портута. Читался этот эпизод. Считалось, что будет останавливаться. Но видим, что Сергея это не удивило. Но меня все равно сохранили Бразобро и это как минимум неплохо. Запотоцкий на Гопея, Иван. Снова перехват от Кучурука. Три в два выход. Решает сам пробить. Вот точно такой же гол забил в прошлом туре, а в этот раз чуточку выше пробил. Эх, не разобрались. Все решили. Кричков на Голубенко. Сейчас не спеша чуть-чуть разыграю МБЗ. Снова Андрей Голубенко на Гречаненко. Ну, грамотнее Бразобро начали, будем так говорить, у себя встречать. И тут сразу, получается, и вытягивает таким образом. Тут вопрос. Они только что втроем были на чужой половине поля при отборе мяча. Копей. Играет на Конделе, но тут просто рывка не хватает. Максимов. Да, физически явно Бразобро тяжелее, чем МБЗ. Я бы даже сказал, вернее, много команд выглядят не так хорошо физически подкованно, как МБЗ. Против двоих игроков пытался отдать передачу, но тут не дали ему это сделать. Кучерюк на Кречкова, Голубенко. Нет, достаточно все равно высоко они встречают соперников. Голубенко передача на Кучерюка. Кучерук хотел продолжить. Мы перехватили Бразобро и может быть контратака. Да, и хороший шанс сейчас есть. Отдавал впадение капитан команды передач. И мы видим, что не настолько это хорошая передача, как хотелось бы того. Ух ты, какой сильный удар получился у Голиценко и сейв. Наверное, сегодня самый неударный, будем так говорить, матч пока что. Неточный, будем так говорить, для удара. Три сейва у нас у Титова, да, и два у Голиценко. Мурсалов пробрался дальше, но Голиценко не дает еще протолкнуть дальше. Мурсалов и Вещер партнеров, но... Видно уже в многих моментах, что начинают уже ходить, а не бегать. Игроки Бразобро, Кучерук сам реализует этот момент. Мне забивает еще один гол, друзья, Кучерук-Сергей. Так, вы стоите так вот, если мясо, ты! Тут, наверное, без ассиста, потому что передача была еще до центра поля, а то остальное сделал сам Сергей. По сути, можно считать, как гол для нас. Кучерук перехватывает, умудряется отдать еще передачу. А Гудь, Гудь не справляется с обработкой. А Гудь, да, что-то как-то совсем долго думал, что сделать еще не получилось. Владислав. Копейна, Мурсалова. Ищенко хорошо поставил корпус. Будет ли удар? Да, пытался сам выбивать. Блокирует. Копейна, Мурсалова. Ищенко снова выбивает. Вот этот удар явно получше, непредсказуемо, будем так говорить. Крючков-то на месте. Гопей хорошо на Мурсалова, отдавал передачу Рафаэль туда. Ну, у Кучерука выход один на один, но тут как-то он бесхитростно сыграл. Титов не дает себя переиграть. Так, аккуратненько хотел пробить на точность. Но перед ним был не только вратарь с воротами, но еще и защитник. Как-то не очень верно сыграл. Топ, но... Мельценко ставил корпус. Блин, массово идут вот так. Титов уходит с ворот. Ищенко. Боролся корпусом. Мы одновременно заметили его действия. Е, озвучили? Да. Гопей, Таищенко. Ну, и Иван Гопей. Бутылся аккуратненько прокинуть мяч в воротах. Киев рада наблюдать за игрой МБЗ и Бразоброд, да и ЗЗБК. Часть футболистов тоже посмотрит в Премьер-лиге. Кто, будет так говорить, подбирается? Хорошо, 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 но долго. И классная диагональная передача. Да, скорости-то не хватает Максиму в этом моменте. Я говорю заметно очень часто, что, скажем так... Мыслят на равных, а двигается нет. И Бразоброд у них уже начинаются эти, как я бы сказал, односторонние движения. Если в атаку пришел, назад уже вернуться очень тяжело по силам. Голубенко, Гуц. Снова Голубенко отыгрывает. Нагричаненко перепасовывается. Гуц. Передача на Голубенко. Снова на друзья, вот тут сам пробивает. Портут отрабатывает в этом моменте. Гуц сам обыгрывал. Теперь мне как-то вовремя вышел. Тип-топ. Александр Гуцаненко. Черевый ВОК. У нас просто на скорости обходит. Идеальный пас отдавал на дальний, а замкнуть-то не смог Владислав. Влад, заходи. Тип-топ, не ошибся в этом моменте. Точный пас на Ищенко. Нужно, наверное, сейчас разыгрывать. Четыре футболиста как раз стояло, решил Юрий пробивать. Да, из которых трое не успевают. Нет, один все-таки побежал потом назад, но трое уже просто оставались на половине соперника. Титов, Грищенко. Просто отдает мяч кучу руку, тут один в один. Скидывает назад, но не идет совсем удар. Афонин не попадает. Вадим. Западовоцкий. Такое впечатление, что мог перехватить эту передачу Александра Гречененко. Но у него тоже силы, будто уже потихонечку... Все-таки силы-то могут закончиться и у него, как и у других игроков. Но все равно запас у него явно больше, чем у многих игроков. Тов. Бля, пацаны, ну не исполняй. Крючков. На Гречененко. Александр на кучу рука. Развернул смело в центре, а передач отдал неточную. Портуду там отрабатывает... Ой, точнее, извиняюсь. Западовоцкий там отрабатывает защит из-за себя и вот, возможно, и за Портуду. Сейчас нет в поле Портуду. Не имею в виду, что он вообще за себя и за того парня. Ищенко. Гречененко. А, на Титова. Тут нужно... Грищенко. Отдавал... Не выждал, будем так говорить, момент. Нужно здесь все-таки стараться подстраиваться все же под оппонентов, понимать, кто просел немножко физически. Вот сейчас высоко опять идут встречать. Оправданно ли это действие, не знаю. Кувшинов. Сергей Кучерук. Кученинка Александра. Афонин. Очень легко-то он проходит вправо. Грищенко прочитал эту передачу. Я, кстати, хотел бы отменить, что когда МБЗ... Сейчас момент закончится, что... Что, когда про Добро преседуруют втроем, то... Ой, какой момент Вынищенко! Не успеваю никак закончить мысль. Не дает мне... Он тут отталкивался. Греченка. Заботодский. Так вот, может сейчас успею. То когда они втроем преседуруют, они все вчетвером возвращаются для розыгресса мяча. У них не остается один человек впереди, неж. Чтобы, по сути, играли 3 в 3. Они все организовывают большинство. Кувшинов на мяче будет разыгрывать. Он как раз левша. Решил бить в ворота. Титов сразу вбрасывает на гопе. Иван... Ну, мне кажется, неверное решение принял. Он все-таки как-то хотел сбросить пяткой. Ну, это очень тяжело было партнеру догадаться, что именно так сейчас будет действовать. Иван. Крючков. Сергей Кучерук. Пытается пройти, но мяч теряет. Крючков. Крючков. Пей на грецанку. Крючков снова выходит в ворот, кстати. И вот теперь уже теряет мяч. Спокойно. Один, один. Не забивает Кувшинов. Вот так сам, без асиста. Шестой мяч. Последовый удар. Уже ошибка от Крючкова после рвоза Гриша. Куршинов. Андрей. Сильный прострел. Голубенко. Фонин. Снова Голубенко. Кушинов. Кушинов. Отличный прием от него получается. Ну и 3 в 2 сейчас. Вот как разыграет. Ну, это очень сильная передача. Очень. Очень сильная. И еще и не в угол футболист. Справа, справа должны подавать. 7 минут есть. Бразобро, чтобы пару мячей отквитать, попробовать. Куршинов. Кондель. Агрещенко. Хорошо на замахе. Олег убрал. О, Кондель. Омурсала. Омурсала умудряется протолкнуть мяч к партнеру. Он дается помотать, придержать мяч. У нас вылетает мяч. Далеко вылетает мяч. Далеко вылетает мяч. Ну, очень долго. Он думает. Ну, да и точно передача. Да, в принципе. Да, в принципе. Надо разыгрывать сейчас до верного. Раз подключили пятого. Неужели кувшина попадает поворотом? Ну, поворотом-то попадает и хмеш перескакивает. Отскок решал судьбу в этом эпизоде. Скажем так, попал по горизонтали, а вот по вертикали перелет. А кто сейчас играет в пятого у Бразобро? Вот в чем вопрос. Я так понимаю, кто первый до ворот, тот и будет пятым. Так нельзя. Не, ну он не сможет брать в руки, но играть пятого, скажем так, если считать, как последнего авто возле ворот стоит, может. Олег, а кто пятый у Бразобро? Подсказал нам судья, что это Олег Грищенко. Он отыгрывает именно как раз роль, что пропустил я момент именно ввода в мяч от Олега. Догоняет Голубенко, как на характере, зацепился. Дальше борется. Попытка пройти самому, но как-то бесхитростно, когда он так проходит, проходил. Он отец это делает. Так. Сейчас четверка выйдет. Давай. На твоей четверка меняет. Минутой. Минутой четверка меняет. Мать, скорее всего, кто выиграет, ясно. Вопрос, насколько получится сократить расстояние у Бразобро, либо получится только увеличивать счет МБЗ. Мурсалов сыграл на Грищенко, Олег на Конделя. На Мурсалова снова. Грищенко можно было отдать передачу. Почему его не отдали? Он один, по сути, стоял. Также и Гопей был открыт. Кувшинов играет на Голубенко. Голубенко, кстати, еще так посмотрел, что в сторону ворота поцелится, а вдруг там никого не было. Крючко подключился. Крученый удар получился. Ну и меч на стороне Бразобро, и как раз таки они берут тайм-аут. Забавная ситуация получилась из-за того, что... Весь в борьбе Иван Гопей. Да, 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 не разобрался в этой ситуации. Понятно, он был сейчас нацелен, что надо голы забивать, а тут тайм-аут. Ну что я скажу. Тем, конечно, МБЗ навязала серьезно. Для Бразобро, я думаю, понимают они, что не хватает и физически немножко сейчас им подготовки, и чуть более, большей дружности. Потому что есть такая, как бы, негатив внутри коллектива, нужно чуть больше радоваться друг другу, такому сбору и так далее. Ну и на подключении пятого однозначно нервничать так не стоит. Титов снова выходит на поле. Понимаете, теперь он будет пятого сыграть. Крученко сильно пробивает. Шесть футболистов вышло в поле. Да, как-то совсем в борьбе. Вот прям в предыдущем обеззаде они разобрали, сейчас вообще в шестером вышли. Первый раз я такое наблюдаю за проведением турнира. Шесть футболистов в поле. Бизнес-лига формат только что. Андрей, недоволен неточным ударом. Ну, на шесть это же еще не предел, можно, как говорится, и семером-то бы идти. Игорь Бунов у нас, друзья, забивает с передачи Афонина. Зовут? Игорь Бунов, и Афонин как раз-таки Вадим отдал передачу. Друзья, счет изменился, семь-два, пять мячей, это более чем серьезное преимущество. Афонин. Теперь ему заберут таймау. Да, конечно, судя по счету, даже так хотелось бы сказать, почему бы не дать им в шестером поиграть. То есть, ну, правила не слишком суровые. Классно, двигается, интереснее смотрится МБЗ. А вообще, кстати, интересно было бы, если бы в футболе, вот как на примере футболе, если выиграешь один мяч на одного игрока больше, на два мяча на два игрока больше. Неймар по такому принципу проводил чемпионат, ну, наверное, не Неймар, а его компания. Заботоцкий Сергей на центр. Сам пробивает, на месте. Хороший сайф от Крючкова. Еще один. По сайвам приблизительно ровно идут, пока что у нас Крючков с Китовым. А вот это, конечно, скорее всего, будет желтая карточка. Не, ну, даже сразу красную карточку. А тебе, честно говоря, по духу самого мяча, мне кажется, можно было бы дать и желтую. Ну, фолл последней надежды, никого в воротах нет, человек берет к воротам. Мне кажется, надежды уже тоже нет. Это мачо, так что трудно назвать. Фолл последней надежды или без надежды? Да, да. Безнадежный фолл последней надежды, можно даже так сказать. Нет, это даже лучше. Да. Уза джим. Гудс Владислав. На Кучерука. Снова активно перепасовывается. МБЗ. Ну, он тут сейчас совсем уже, мне кажется, чуть-чуть паникуют свои действия. Броза Бруда – это высокий прессинг, а там МБЗ наблюдается сейчас. При том, что, по сути, им вообще уже не надо ничего. Это матч 7 головок уже забивали. Ященко. Сразу Кучерук играет просто туда, на пустые. И это еще один гол будет, друзья. Александр. Гречанинка забивает, но асист тут отдал Кучерук Сергея. Просто на пустые. И полторы минуты до завершения. 8-2. Неплохо так на статистику сегодня работала МГВ за ним. Не Дамгалам. Пробрасывал, не получилось. Ищенко. На Греченка. Смотрите, вдвоем МБЗ все равно на черной половине. Он пробует, например, Греченка. А вот зря туда сближался. И, будем так говорить, кучность лишнюю сделал для ударной позиции Олега. То есть нужно наоборот, чтобы Алексея было право здесь идти. Ну, как сделал, так уже и сделал. Судя по тому, что МБЗ говорит быстрее, быстрее. Не хотят еще успеть головку забивать. Ничего, рук пытался скидывать. Владислав Агустин, ну, не разобрался в этом моменте. Не знаю, в кроссовках тяжело, наверное, ему играть с сцеплением. Ищенко. Гречененко. Прибежал просто кучеряку, но разыграли этот эпизод. Удар, правда, был после этого слабый. Греченков бросает на Ламаша. Гудь перехватывает. И на этом матч заканчивает. 8-2. Уверенная победа команды МБЗ, с чем мы их и поздравляем.